Эту эстрадную певицу хорошо знали и любили советские и российские слушатели, сначала в качестве солистки Виа «Синяя птица», а затем в качестве сольной исполнительницы. И хотя пик карьеры певицы пришелся на 90-е годы, она и в новом тысячелетии не потерялась, хотя довольно редко появляется на эстраде, поскольку в качестве ведущей сотрудничает с телевидением, и основное время уделяет семье. На счету певица шесть сольных альбомов, а ее вклад в отечественное искусство оценен званием народной артистки РФ. Родилась будущая знаменитость в 1962 году в небольшом городке, расположенном в Челябинской области, Верхнюю Фолей. В школьные годы девочка занималась музыкой, бальными танцами и посещала театральную студию, а окончив школу, уехала в столицу, где поступила на режиссерский факультет ГИТИСа. Будучи студенткой, Светлана стала работать в филармонии, где однажды на концерте «Судьба» свела ее с композитором Теодором Ефимовым, который, услышав, как она поет, порекомендовал девушку своим друзьям из ВИА «Синяя птица» в качестве солистки. Лазарева пела в этом коллективе с 1983 по 1989 годы, выступая с ним на международных фестивалях и объездив с гастролями не только весь Союз, но и многие зарубежные страны. В 1989 году Лазарева покинула коллектив, так как вместе с Ладой Дэнсой Аленой Витебской создала трио «Женсовет». Но уже через два года Светлана ушла из этой группы, решив заняться сольной карьерой. В 1990 году появился первый сольный альбом певицы «Давай поженимся», который мгновенно приобрел известность на всю страну, а многие композиции из него стали хитами. Через четыре года певица презентовала новый альбом, состоящий из «ресторанных хитов», а еще через год выпустила третий альбом, в корне отличающийся от предыдущего, состоящий из лирических песен. В середине 90-х певица начала совмещать свою сольную деятельность с работой на телевидении, где вместе с Илоной Броневицкой стала вести популярную передачу «Утренняя почта», а в 1998 году открыла и возглавила собственный продюсерский центр, который занимался продвижением молодых талантливых вокалистов и композиторов. Выпустив еще три альбома, в 2002 году певица практически исчезла с эстрады и опять появилась на сцене лишь в 2006 году в рамках концерта «Золотые голоса» «Синей птицы». Личная жизнь певицы во многом повлияла и на ее творческую деятельность. Первым мужем Светланы был Симон Асяшвили, известный поэт-песенник, который писал тексты песен для «Веа» «Синяя птица». Правда, этот брак оказался скоротечным, и свою следующую любовь Лазарева встретила уже в возрасте 34 лет. Избранником певицы стал бизнесмен Валерий Кузьмин, в браке с которым в 1996 году она родила дочь Наталью. Ради мужа и ребенка Светлана покинула эстраду. Супруги поселились в Подмосковье, где в городке Бронницы купили дом, чтобы находиться подальше от столичной суеты, и певица с головой ушла в заботы о семье. Тем не менее, такой крепкий и счастливый брак, который длился 19 лет, распался как карточный домик. Уже после развода Лазарева, хотя и неохотно, но стала говорить о том, что не была в браке баловнем судьбы, и не видела от мужа материальной помощи, все крупные покупки, делая на свои деньги. Тем не менее, она все эти годы любила его, как говорит сама, больной, безумной любовью, из-за чего и совершила много ошибок. Светлана сама решилась на развод, и ушла от мужа, оставив ему абсолютно все, что было нажито в браке, а для себя и своей 18-летней дочери купила таунхаус на Новой Риге. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях, понравилась статья, нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?